Продолжение следует... Да что тут объяснять? Они развели нас обманным путем. Попросили подписать документы под предлогом того, что хотят купить нам недвижимость. И мы с радостью согласились. И все. И наш брак официально расторгнут. А что самое ужасное? Они выставили на продажу нашу уютную квартирку. Мы ведь только начали к ней привыкать. Как их друг к другу. Странно. Они вас развели, а нас даже не спросили. Хотим мы новых соседей, а? Не хотим мы новых соседей. Да. Даже не верится, что ваша квартира станет скоро не вашей. А что? Консоданс от Ладыкин не знаете? А что ты? Пускай пока квартира продается, там наша мама поживет, а? Слушай, ну я не пойму, у ваших родителей эти дни что ли? Да, Лен, как точно ты выразился. Эти известные предпенсионные критические дни. Ой, не знаю. Надо быстрее помирить их и предотвратить эти предпенсионные критические дни. Так, пока ваша квартира не продана, она считается вашей. Вам просто необходимо сохранить ее. О, об этом не беспокойтесь. Я сделаю так, чтобы вашу квартиру никто не купил. О, Канат, он же вообще красавчик. От него все соседи в подъезде шарохаются. Он, знаете, он в этом профи. Шанай там, даже не переживайте. Базожок. Есть такое. А вы кто здесь? Я? Мастер этого салона, Алена. Ну, по поводу того, что вы мастер этого салона или другого, я еще подумаю. Минуточку внимания. Буду говорить один раз и повторяться не буду. Если хотите сохранить места в этом шикарнейшем салоне, вы всегда должны слушаться меня. Это раз. Второе. Должны делать свою работу намного лучше, чем делали ее прежде. Это понятно? Ну и, кстати, меня зовут Луиза. Я ваша новая шикарная хозяйка. Пока добралась по этим пробкам, чуть свои нервы на дороге не оставила. Кошмар какой-то. Ален, поставь чай, пожалуйста. Что тут случилось? А почему у нас администратор приходит на работу позже всех? Хотя должно быть все с точностью наоборот. В нашем салоне клиенты всегда правы. Но у вас, женщина, прошу быть повежливее. Если пришли постригаться, будьте добры сидеть и ожидать свою очередь. Тем более, вы бы могли занять свой род чем-нибудь полезным. Например, чаем или кофе, а не тупыми вопросами. Луизочка, звездочка моя. Ау. А, ты уже здесь? Осматриваешься. Ну и как тебе мой новый подарок? Жан, это самый лучший подарок, который ты когда-либо мне дарил. Правда, есть небольшой нюансик. Этому салону требуются небольшие перемены. Ну, займись. Да, Мика. Да, я в салоне. Да, я поняла. Мне очень жаль, что ты здесь больше не работаешь. Может быть, чаю? А мне нравится эта девочка. Вот, купил тебе салон. Думал купить еще цветы жене, но передумал. Два подарка за один день многовато будет. Развод устроил без нашего согласия. Салон мой продал. Да еще и квартиру собираешься продавать? Папа, что я еще не знаю, а? Машина твоя. Что моя машина? Ну, твоя машина, как и салон, они оформлены на... На фирму надо отдавать, короче. Что? Я больше ни минуты не хочу находиться в твоем доме. Я ухожу! Может быть, до вечера, а может быть и навсегда! Не уезжай, Мика. А просто уходи. И куда ты поедешь? На квартиру, которую папа продает? Рот, вот закрой, понятно? Как ты с отцом разговариваешь? Рот, закрой! Сама закрой! Что-то случилось? Ничего. Ничего не случилось. Просто меня уволили. Мне очень жаль. Сейчас, наверное, не самый подходящий момент, чтобы об этом говорить. Но я все равно скажу. Просто если я не скажу, я потом буду ходить, думать, чего я не сказал тогда. Ну, ты можешь говорить, что ты хотел сказать. Мне просто еще папе надо вещи собрать. Хорошо. Мади, помнишь, когда ты был моим руководителем, ты не отпускал меня на день рождения? Конечно, помню. Это же было вчера. Вчера? Ты заставил меня делать отчет в день моего рождения. И чтобы ты знал, я не обижаюсь. Ты самый лучший начальник в мире! Видал? Ну, ничего, ничего. Скоро у тебя будет хорошая работа, хорошая жена из нормальной семьи. А которую ты, между прочим, сам выберешь. Понял? Пап, может, ты поговоришь с Тайбеком, а? Так, слушай. Впредь, в моем присутствии, никогда, понял? Никогда не назвай мне имя этого человека, ты понял? Все. Пап, ну он же все-таки твой худа. Знаешь, куда с этим худа? В никуда. Вот что ты стоишь? Садись. Где ключи? Наверное, у Тайбека в офисе. Вот что ты сидишь? Иди, принеси. О, салам алейкум. Я ваш новый сосед Канат. А что, эта квартира, наконец-то, продается, что ли? Да. И продается она по очень выгодной цене. А, ну, конечно. Кто его возьмет задорого? Ох, худая рачкур. Все свершилось. Вы, да, будете здесь жить, да? Как хорошо, что это вы, достойные люди, будете здесь жить. А то вот этих от старых ворогов уже все соседи уже устали. Наконец-то закроется этот притон. Мы в ваших комментариях не нуждаемся. Проходите, ребята. Квартира отличная. Как они все тут прибрали, а? Молодцы. Всю грязь вымыли, а? Хорошо, вот эти стены, трещина-трещина были они уже сделали, а? Вот эти все полы, блин, прям, знаете, неровные были прям ворогов. Сдутые были, все сделали, молодцы. Вы, это самое главное, когда будете сюда доезжать, обязательно имам-шахарный закроет. Я же вам уже сказала, мы в ваших советах не нуждаемся. Имам-шахарный, обязательно. Ну, как, ребят, квартирка? Комнаты будем смотреть? Нет, спасибо большое. Мы посмотрели, так, вы знаете, мы подумаем. У нас еще пару вариантов есть. Ну, и хозяева любят скорость. За одну минуту меня уволили. Слушай, ладно, ты успокойся. Я все решу. Хорошо? Посмотри на меня. Я все решу. Как говорится, куй железа, пока хочется. Окей? Луиза, ваше лицо очень подходит вашей фигуре. Такое же стройное и ангельски красивое. Так вы утверждаете, что вы родственник Розы? Абсолютно верно. Луиза, можно сказать, почти родной брат. Ну, Розе повезло. У нее достаточно приятный и симпатичный брат. Луиза, дело в том, что если вы уволите Розу, она может поджечь салон. Девочка очень, безумно впечатлительная. В смысле поджечь? Что вы имеете в виду? Скажу вам по секрету. У Розы не все в порядке с головой. Как говорится, кукуха. За кукуху. Только... Ну все. Я все решил. Ты остаешься на работе. Благодаря мне, конечно. Что-то серьезно. Знаешь, ты самый лучший человек, которого я знаю. Твои поступки такие настоящие. Искренние. Мужские. Ты не такой необыкновенный... По-моему, ты хотела вернуться на свою любимую работу. Да. Давай. Розочка, ты прости меня, пожалуйста. Я просто не знала. Ты можешь оставаться работать в нашем салоне без всяких там стрессов, переживаний. Я все понимаю. А чего вы понимаете? Ну мне Олен все объяснил досконально. Такое бывает. Все нормально. Роза, кстати, а можно мне сделать укладку? Ну, как обычно, бесплатно. Если, конечно, новая и великолепная хозяйка не будет возражать. Олен, я только приступила к работе. И буду рада подарить такой подарок прекрасному и молодому парню. Из-за чего же они все-таки поссорились? Мой отец категорически отказывается разговаривать на эту тему. Не кисни. Будем идти до конца. Ага. Конец будет такой. Мы будем снимать квартиру. Я буду работать доставщиком еды. А ты будешь сидеть дома. Стирать, убирать, готовить сама будешь. Слышишь? Сама. Ну, это значит, надо их скорее помирить. Потому что готовить сама я не умею. И что ты предлагаешь делать? Я предлагаю тебе поставить им ультиматум. Взять на понт, как говорится. Скажем им, что уходим из дому. Переезжаем за границу. Я такое-то в индийских фильмах видела. А в казахских фильмах совсем по-другому. Не уверен, что получится. Ну, если не получится, извини меня, конечно. То тогда мы с тобой действительно уйдем из дому. Будем снимать маленькую квартирку. Ты устроишься доставщиком еды. Тогда и заживем, наверное. Как тебе план? Ну вот, квартира очень уютная. А самое главное, как вы и хотели. Соседи здесь тихие и спокойные. Спасибо. Мы посмотрим на другую квартиру. Эй! Придурки! Дайте мне нормально продать эту квартиру. Мне скоро за свою уже съемную нечем будет платить. Вы знаете, эта квартира очень хорошая. Здесь очень тепло, уютно. Сырости вообще никакой нет. Ну и, как говорится, все удобства имеются. А еще здесь очень замечательная атмосфера. Такая светлая аура в этой квартире. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, а что, не продалась еще эта квартира, да? Ну да. Кто ее такую купит после пожара? Что смотришь, пап? Не видишь, что ли? Футбол. Знаешь, что я поняла? Я поняла, что ты меня не любишь. Я запрещаю тебе разговаривать с Мадеей. Ты больше с ним не встретишься. Все, разговор окончен. Пап, я хочу поговорить. Ой, сынок, я знаю, о чем ты хочешь поговорить. У меня сейчас нет желания разговаривать на эту тему. Давай так, пусть пройдет время, и ты сам все поймешь. Хорошо? Тогда я собираю вещи прямо сейчас и ухожу из дома. Вот, видела? Вот. Я тебя закрываю. Сиди и думай. Открой дверь, папа! Ты не можешь так со мной поступить! Это жестоко! Ну, 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 ну... Ну как можно было с такого расстояния не забить? Эй, включи телевизор! Смотрю же я! Обалдеть! Ты еще и читать умеешь! Ну, да, что тут обалденного? Ну, не знаю. Я думала, что такие, как ты... Какие, как я? Ну, просто понимаешь, не каждый здоровый человек так может. Да ты мастер красоты! Да, чинар... мастер! Я про тебя. У тебя такая мягкая кожа, как попка младенца. Слушай, твоя сестра не так уж и больна, как мне показалось. Порой она ведет себя, как абсолютно нормальный человек, но агрессия может прийти внезапно. Кто хочет чай с тортиком? Я, пожалуй, воздержусь. Просто не ем ни сладкого, ни мучного. А я не откажусь. Да? С этой укладкой я такой сладкий, что тортик мне в самый раз. Ну, значит, договорились? Да, мне квартира очень понравилась. Я однозначно ее покупаю. Правда, у вас соседи странноватые. Но ничего, я думаю, подружимся. Где у нас проскогубцы лежат? Ну, там, куда ты их положил, там и лежат. Кстати, а мы завтра сможем договор оформить? Завтра? Да. Вообще, я хотела сегодня. Ну, хорошо, завтра так завтра. Что это? Не включается. Комбат там, канатик. Ой, Курсун, опасно стало в этом доме жить, а? Вечно здесь какие-то проблемы то со светом, то вон сердце моего мужа. Канат. Мэнди, Бауром, я сделал все, что смог. Канат. Канат. Вот мне интересно, что ты сказал Луизе, что она меня так легко оставила на работе? Ну, Луиза думает, что у тебя крыша протекает. В смысле крыша протекает? Ну, фляга свистит. Что? Ну, куха съехала. В смысле? Розочка, Розочка, не переживай, не переживай, это всего лишь стекло. Сейчас подойдет Алена и все уберет. Ничего не трогай, порежешься. Или еще чего-то порежешь. Луиза. Преживай. Я спокойна. Я разбила, я виновата. Я сама уберу. Ну, ладно, вы тут убирайтесь. А, я пошел. Ален, подожди, подожди, подожди. Можно тебя на минуточку? Ну, мне поговорить с тобой надо. Пойдем. Ален, ты мне сразу приглянулся. Такой милый. Слушай, Луиза, я понимаю, я парень видный, но если это увидит Роза с ее ку-кухой, она подожжет салон вместе с нами. Зачем поджигать? Я уже и так вся говорю. Если ты мне сегодня, Ален, не устроишь никакого свидания, то твоя любименькая сестра останется на улице. Что это? А-а-а! Да она реально больная! И к тому же уволена, понятно? Роза! Да, я поговорил с отцом. Что он сказал? Ну, в принципе, ничего особенного. Да, все нормально, не переживай. Все скоро наладится, и мы снова будем вместе. Матя, приезжай, пожалуйста. Поговори с ним, как мужчина с мужчиной. У тебя же получилось объяснить своему отцу то, что мы любим друг друга. Почему не получится моему объяснить? Кажется, мы договорились, что ты забудешь про этого недозятя. Нельзя указывать мне, кого любить, а кого нет. Телефон дай. Не дам. Хорошо. По-другому поступим. Мико, 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 Мико. Соломоний Кумадий, а ты случайно моей сестре шоколадку не принес? Нет, блин, ты меня напугал. А мороженое? Нет. А ты чего не дома? Да ну их, постоянно ругаются. Всегда я виноват. Слушай, мне с Микой нужно срочно поговорить. Помоги, а? А что мне за это будет? Мико, Мико. Мико. Мико, Мико. Уснула, родная. Не дождалась. Мико. Пойми, твой отец настоящий диктатор. Его не переделать уже. Он воспитан другим временем. С этим нужно смириться и жить дальше. Мико. 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 Меня восхищает то, как ты умеешь дружить. По-настоящему. А я не тороплюсь. Мы можем зайти к тебе и сериальчик посмотреть, чаю попить. Ты знаешь, я хотел сегодня порепетировать роль, лечь пораньше, отдохнуть. Так что давай в другой раз. Если еще раз ты здесь появишься, я возьму свой нож, ты помнишь его? Вот возьму свой нож и сделаю тебе новый сундет. А потом возьму свой пистолет, ты помнишь его? И пристрелю, чтоб не мучился. Папа, мать я пришел просто с тобой поговорить. Что за жестокость? Если он пришел просто поговорить, то зачем он лезет, как вор? Тем более я уже все слышал. Он мне все на ушко прошептал вон там, что он хотел сказать. Хорошо. Тогда я пойду с ним. И буду жить с его родителями. Ясно? Я пойду с тобой. Мы первое время поживем у твоих родителей. Ты действительно этого хочешь? Мадди, что за вопросы? Мы с тобой обговаривали все это? Если мой отец не такой понимающий, как твой отец, значит я ухожу. И пускай он знает, что он потерял свою родную дочь. Прошу тебя, прости. Но я не смог поговорить со своим отцом. Я пытался сделать это несколько раз, но потом понял, что не настало время для столь сложного разговора. Получается, ты меня обманул? Как ты мог так со мной поступить? Ты же никогда не умела обманывать. Бо тебя это никогда не получалось. Значит, мой отец был прав насчет тебя. Прошу, прости, любимая. Но он даже не дал мне договорить. Ты должна понять. Уходи. Уходи. Я больше не хочу тебя видеть. Уходи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА